Знаете, я с детства очень люблю видеоигры, уверен, как и многие из вас. Но при этом не могу сказать, что я прям хардкорный игрок, ведь в большинстве случаев я предпочитаю комфортный геймплей, чтобы получать удовольствие от игры, следить за сюжетом и всё в таком духе. Правда, есть отдельные серии, которые мне нравятся именно из-за своей сложности и высокого порога вхождения, то есть это именно тот случай, когда ты хочешь играть, а не смотреть, тот случай, где важны твои навыки. Одна из таких это, например, легендарная серия Castlevania, где не то чтобы очень интересный и даже разнообразный сюжет. Скажу честно, в детстве я вообще не понимал, что это за игры и для кого их делали, ведь тогда ещё ребёнком у меня просто не получалось в это играть, нужно было к этому привыкать. Но спустя годы, когда мне в руки попало PSP с эмуляторами, я решил вернуться к этой серии и, боже, с тех пор я безответно влюблён. Безответно, потому что такие игры, как правило, ненавидят игрока. По крайней мере, так говорят. Но вы ведь уже прочитали название видео и, наверное, думаете, при чём здесь Castlevania и эта предыстория. Суть в том, что моё знакомство с играми Ninja Gaiden произошло примерно так же. Когда-то в детстве я повёлся на популярных в то время ниндзя на обложке, но даже не представлял, что меня ожидает. И всё-таки, разобравшись с классикой, я не смог в своё время прикоснуться к уже современным играм, так как просто не было иксбокса, а плойка появилась только начиная с четвёртой, где до недавних пор нельзя было поиграть в Ninja Gaiden. К счастью, совсем недавно состоялся релиз трилогии для актуальных консолей, и теперь я был к ней полностью готов, ведь и современная плойка стоит, и портативный свитч где-то на диване. Получил ли я вызов от этих игр? Однозначно. Не от каждой из трёх, правда, но обо всём по порядку. Ведь теперь я готов рассказать историю серии Ninja Gaiden. Все началось в далёком 1988 году, когда на экранах впервые показали такие фильмы, как Beetlejuice, Человек Дождя и Рэмбо 3. А музыкальные чарты Америки рвали Джордж Майкл и Бон Джови. Классное было время, а? Тогда на аркадных автоматах была очень популярная игра Double Dragon, которая в будущем попадёт в список лучших игр всех времён. Сейчас может показаться, что это простой битэмап, но в те годы игра пользовалась огромным спросом, в том числе за счёт возможности играть вдвоём. Боссы компании Tecmo тоже захотели разделить прибыль за счёт простого и востребованного проекта, а поэтому началась работа сразу над двумя играми – аркадной и консольной версиями Ninja Rukenden. Разработкой обеих игр руководил геймдизайнер Хидео Юсидзава, и его необычным решением стало то, что домашняя версия не будет портом аркадной. То есть две игры имеют одинаковые названия и имена главных героев, но фактически сходство на этом заканчивается. Ведь если аркадная версия, напомню, задумывалась как битэмап, конкурент Double Dragon, то домашняя – экшн-платформер, который наоборот, по задумке руководителя, должен был отличаться от конкурента. Таким образом, мы имеем две совершенно разные игры. Аркадная Ninja Rukenden – это вполне сносный проект для тех лет, которому, правда, не удалось затмить славу Double Dragon, но тем не менее, игра обязательно для упоминания. Это был довольно яркий битэмап с возможностью играть вдвоём за одним автоматом. Первый игрок управлял ниндзя по имени Рюхаябуса, а второй – таким же ниндзя, но в костюме другого цвета, и больше о нём ничего не известно. Боевая система, конечно, не богатая, но была возможность выполнять воздушные броски и некоторое время использовать меч. Да, несмотря на то, что мы играем за ниндзя, он почему-то предпочитает использовать руки вместо холодного оружия, и к тому же аркадный Рю не стесняется демонстрировать их, ведь у его костюма даже не было рукавов, что в то время было нетипичным изображением ниндзя. Аркадная ниндзя Рюкенден была довольно короткой и не очень разнообразной игрой, которая по мере прохождения неестественно усложнялась, и таким образом вынуждала закидывать в автомат больше денег. Да и к тому же экран с обратным отчётом заставлял нервничать, ведь если игру не продолжить, то бедняга Рю превратится в месиво. В будущем аркадную версию портировали на другие платформы, хотя особой популярности она не обрела и осталась лишь главой в истории серии, но к счастью, нам знакома и другая ниндзя Рюкенден. Удивительно, но разрабатывая обе игры, авторы получили полную свободу, то есть они сами решали, что и как будет устроено в аркадной и домашней версиях. Возможно поэтому в том числе, ниндзя Рюкенден, которая вышла для консоли Nintendo Entertainment System, так сильно отличается от, скажем так, старшей версии. Вышеупомянутый глава разработки Хидео Йосицава лично занимался сценарием и планированием катсцен, которые в итоге составили около 20 минут и занимали примерно половину места на картридже. В то время такие кинематографические сцены в играх на 8-битной платформе это было что-то, и за это что-то игру очень полюбили критики. Конечно, даже в то время, подобные катсцены не были в новинку, но также оставались скорее редким исключением, чем правилом. Чуть позже я конечно расскажу про сюжет, но пока хочу отметить, что его наличие в принципе в таких масштабах не часто встретишь в играх того времени, а уж тем более визуализированный в стиле аниме, это прям редкость. Я например не знаю подобных примеров. Персонаж, которым управляет игрок, все тот же Рюха Ябуса. Хотя скорее не тот же, просто имена оставили одинаковые, чтобы у игр было что-то общее. Этот трюк куда больше похож на знакомый образ ниндзя. Его тело почти полностью закрыто костюмом, он не такой сильный для рукопашной битвы, зато, как и полагается ниндзя, вооружен мечом и может использовать тайные техники. Вообще разработчики ориентировались в большей степени на западный рынок, где ниндзя были сверхпопулярны, а для этого японцы решили узнать, какими этих воинов представляют на западе. И к удивлению, у скажем так американских ниндзя, было не так много общего с настоящими, которые являются частью японской истории и культуры. Таким образом, они выяснили, что американцы и остальные считали ниндзюцу, оно же нинпо, не просто искусством скрытности, чем оно является на самом деле, а настоящим тайным учением, которое открывает в человеке сверхсилы. Японцы посчитали, что раз там за морем хотят магию, значит будет им магия. Так Рю обрел специальные техники, с помощью которых он мог метать огонь, окружать себя им для защиты и все в таком духе. Эти способности встречались прямо на уровнях, и если собрать какую-то, то она заменит предыдущую, уже имеющуюся. При использовании, проще говоря, магии расходовалась отдельная шкала энергии. Помимо магии, Рю умел цепляться за стены, что вроде как полезная и местами необходимая способность, но нередко она играла злую шутку с игроками. Сама Ниндзя Рюкенден разделена на 6 актов, каждый из которых делится еще на несколько уровней, которых в сумме 20. Здесь, наверное, пора сказать, что вся классическая трилогия известна в Японии именно как Ниндзя Рюкенден, но авторы, повторюсь, ориентировались и на западный рынок, поэтому боялись, что такое название будет трудно выговорить. В итоге ребята сошлись на том, что в Америку игра поедет под названием Ниндзя Гайден. Дизайнер Масато Като в будущем рассказал, что на их взгляд такое название просто звучало круто, не более. На самом деле перевести буквально слово Гайден нельзя. Это термин, который в Японии означает что-то вроде альтернативной истории или легенды. То есть представьте, если бы у какой-то игры был спин-офф, например, и вот ему было бы уместно приписать слово Гайден. Но в данном случае это первая игра серии, поэтому Гайден, да, просто звучит круто. Итоговое название можно перевести как, допустим, Легенда о Ниндзя. В то же время Европа пыталась бороться с повальным фанатизмом подростков от Ниндзя, поэтому все, что касалось древних японских убийц, довольно жестко цензурилось. Самый яркий и популярный пример это черепашки-мутанты Ниндзя, которые там превратились в черепашек-мутантов-героев. Ну, хоть подростками остались в обоих случаях. Через костыли и разные версии, но в итоге в Европу игра попала как Shadow Warriors, то есть теневые войны. Знаете, обычно, когда дело касается сюжета в играх 80-х, трудно сказать, что он интересный, захватывающий и существует не только номинально, но Ниндзя Гайден это не касается. Точнее, здесь не то чтобы гениальная история, но по меркам того времени, учитывая мощности консолей и прочее, она более чем удовлетворительная. История начинается со сцены, в которой нам показывают дуэль двух ниндзя, по итогу которой один из них оказывается убит. Его зовут Кен Хаябуса, он отец главного героя. После смерти Кена Рю получает его предсмертную записку, в которой отец просит сына отправиться в Америку, чтобы найти археолога по имени Уолтер Смит. На пути в Штаты юного ниндзя похищают неизвестные ему люди, но ему помогает выбраться таинственная девушка, чьи мотивы пока непонятны, ведь она сама ранее лишила Рю сознания выстрелом из газового пистолета. Но сразу после она начинает ему помогать и вручает загадочную статуэтку. Рю добирается до археолога, о котором писал отец и выясняет, что много лет назад Кен и Уолтер обнаружили две статуэтки в Амазонии, в руинах древнего храма. Одна статуэтка символизирует свет, другая соответственно тьму, и согласно легенде они являются вместилищем древнего демона, которого 700 лет назад запечатал внутри один шиноби. Одна из этих статуэток, та которая про тьму, уже была у ниндзя, ему ее вручило та самая девушка. Но стоило Рю показать ее Уолтеру, как в комнату врывается неизвестный и похищает статуэтку. Рю вынужден немедленно отправиться в погоню, но по возвращении он обнаруживает, что на Уолтера было совершено еще одно нападение, ведь все это время он хранил вторую статуэтку у себя, а теперь ее похитили. Перед смертью Уолтер предостерегает Рю, что если оба реликта окажутся в плохих руках, то миру будет угрожать опасность, ну конечно. Сразу после смерти Уолтера к Рю обращаются агенты ЦРУ и они вынуждают ниндзя следовать за ними. Они интересуются человеком, известным как Жако, который смог проникнуть в тот храм в Амазонии и теперь с помощью двух статуэток планируют пробудить древнего демона, чтобы с его помощью управлять миром. Глава отдела Фостер приказывает Рю отправиться туда же и помешать Жако. Пытаясь выполнить приказ, Рю оказывается вынужден сложить оружие и отдать приспешникам Жако свою статуэтку, так как они взяли в плен ту неизвестную девушку и угрожают расправой над ней. Но даже это не останавливает героя. Он выбирается из ловушки и сталкивается с убийцей своего отца, проклятым воином Мальтом, ближайшим соратникам Жако. Рю побеждает его и кажется свершает месть за отца, но выясняется, что Кенны не умер вовсе. Он был сильно ранен, оказался под контролем злодеев, но тем не менее жив, хотя ненадолго. Рю удается освободить отца, но тут же появляется Жако, который одним сильным ударом пытается убить Рю, но его отец принимает удар на себя. В итоге Рю Хаябуса побеждает Жако, который к тому времени успел воплотить свои планы и превратился в чудовищного демона, и тогда храм начинает рушиться. Кен понимает, что живым он оттуда не выберется и просит сына спасать девушку и бежать оттуда, что Рю и делает. В конце выясняется, что девушку зовут Ирен, она тоже агент ЦРУ, которая теперь приказывает убить Рю и забрать у него статуэтки. Тем не менее, она не выполняет приказ и выбрасывает телефон, а после они вместе с Рю встречают восход. Такая вот история, не гениальная конечно, попсовая даже для того времени, но повторюсь, для игры на 8-битной платформе с шикарными катсценами получилась довольно интересной. Тут тебе и демоны, девушка в беде, неожиданные повороты и героические жертвы. Все сделали как было нужно. Сейчас мы рассмотрим еще две игры в серии, а потом поговорим о франшизе в то время в целом, перед тем, как перейти к современным играм. Событие Ninja Gaiden 2 с подзаголовком «Темный меч хаоса» происходит спустя год после первой части. На сцену выходит некий император темного царства Аштар, который с помощью меча хаоса, естественно, хочет захватить мир и погрузить его во тьму. Об этом узнает спецагент США по имени Роберт Тиэс, который обращается за помощью к Рю Хаябуса, якобы только он может помешать планам Аштара, да и к тому же у ниндзя есть личный интерес, помимо спасения мира. Его подругу Ирен, уже знакомую нам, снова похитили злодеи. В этот раз Рю вынужден отправиться даже в другой мир, чтобы найти девушку и избавить землю от демонической угрозы. Когда Рю добирается до Аштара, последний пронзает Ирен мечом, отчего она медленно умирает. Конечно, Рю побеждает Аштара, но кто бы мог подумать, оказывается, что он лишь пешка в этой игре, а на самом деле за всеми злодеяниями вновь стоит Жако. Демон использовал императора, чтобы он открыл врата тьмы и выпустил на землю Орды Хаоса и, конечно, самого Жако. В общем, демону снова удается воплотить свой план, открыть врата, пробудить силу темного меча Хаоса и вообще стать огромным злым злодеем, но и в этот раз Рю его останавливает. Он покидает храм, в котором происходила битва, и здание снова начинает рушиться. Рю выносит тело Ирен на руках и уже оплакивает ее, но благодаря силе меча дракона, оружие, которое передается в клане Рю, девушка оживает. Теперь они вместе наблюдают за закатом. Заключительная часть трилогии на Несс является Интерквеллом, то есть события происходят между первой и второй частями Ниндзя Гайден, и на самом деле по части сюжета это проблема. Думаю, сами скоро поймете почему. История начинается с того, что за Ирен гонится человек, очень похожий на Рю Хаябуса. Настигнув девушку, он загоняет ее на край скалы, откуда она падает и умирает. ЦРО обвиняет Рю в убийстве Ирен, но ниндзя знает, что он не виновен и начинает собственное расследование. И тут как бы интрига особо не работает, ведь мы уже знаем, что во второй части, которая по хронологии следующая, Ирен будет жива и сейчас трудно переживать за ее судьбу. Рю выясняет, что тот загадочный человек, который гнался за Ирен, это его клон, созданный уже знакомым нам главой отдела ЦРУ постером. И к тому же этот клон владеет теми же навыками, что и главный герой. Рю и его клон сражаются, но последний говорит, что он в любом случае не станет убивать противника, ведь так приказал Фостер. Он, кстати, после событий первой части увлекся изучением жизненной энергии, которая бесконечно поступает из межпространственного разлома, образовавшегося после битвы Рю и Жаку в конце первой части. Фостер так увлекся своим новым хобби, что начал работу над созданием бианоидов, расой мутантов, которыми он может управлять и с их помощью, конечно, планирует получить тотальную власть. А на основе Рю, Фостер планирует создать совершенного бианоида. Но, естественно, Рю побеждает своего клона и его бианоидные формы даже дважды и выясняет, что Ирен вполне себе жива и все это время вместе с военными пыталась сорвать планы Фостера. Он, кстати, оказывается далеко не главным злодеем и умирает в попытке следовать за своим соратником Клэнси. Точнее, Клэнси и Фостер два сотрудника ЦРУ, у которых была общая цель, но на самом деле Клэнси использовал и Фостера и Рю вместе с Ирен, чтобы в итоге в одного владеть жизненной энергией. Он, кстати, сначала даже помогал Рю выйти на Фостера, хитрый чувак, который водил всех за нос. И сейчас будет прям японская японщина, но, короче, целью Клэнси были руины древнего храма, который на самом деле является гигантским военным кораблем, а сам злодей планирует с его помощью построить новый мир и уничтожить всех людей. Он предлагает Рю примкнуть к нему, но ниндзя, конечно, отказывается и побеждает Клэнси. После корабль взрывается, а Рю вместе с Ирен наблюдают за восходом. Теперь людям ничего не угрожает. Короче, первая часть Ninja Gaiden для домашних консолей стала настоящим хитом как в Японии, так и на Западе, в отличие от аркадной версии. В немалой степени игру полюбили за высокий уровень сложности, за вызов, который она бросает. Скажу честно, в детстве у меня была только третья часть, и даже она давалась мне с трудом, а став чуть старше, я добрался и до первых двух, и только тогда осознал, что вот где настоящий вызов. Дело в том, что сложность, по крайней мере в первой части, на мой взгляд, искусственно завышена. Сейчас постараюсь объяснить, почему так считаю. Во-первых, это ужасная механика отбрасывания назад после получения урона. Учитывая, что игра фактически платформер, то на прыжках завязана основная часть геймплея, и каждое падение в пропасть становится смертельным для персонажа. При этом нас атакуют противники в воздухе, и получая урон, Рю отлетает назад на небольшое расстояние, примерно так же, как в первых играх серии Castlevania. У этих франшиз, кстати, подозрительно много общего. Некоторые места на локациях, кажется, невозможно пройти, не получив урона. Например, ближе к финалу есть момент, где даже поставив на паузу, невозможно рассчитать свои действия так, чтобы добраться до босса невредимым. Но и сам босс, так сказать, с изюминкой, ведь если ему проиграть, то нас отбросит на самое начало акта, то есть даже не в начало уровня. Теперь известно, что изначально это был баг, который намеренно решили оставить, чтобы усложнить игру. Но и самое худшее, что может быть в платформере, это места с бесконечным респауном противников. К счастью, продолжение тоже бесконечное. Тем не менее, с другой стороны, многие боссы проходятся совсем без урона, если правильно расположить персонажа. Вторая часть доработала некоторые механики, появилась возможность создавать теневых клонов, которые также используют магию, и с их помощью многие стычки проходятся без особого труда. Но это не значит, что игра стала простой. Но и суть в том, что эта сложность нравится. Именно поэтому в том числе игру полюбили. К тому же многие игроки просто не понимали, что ниндзя Гайден нужно не проходить, а пробегать. Буквально устраивать спидран каждый раз. Ведь магия на локациях специально расставлена таким образом, чтобы пригодиться конкретно в этом моменте. Здесь не нужно таскать любимую способность через весь уровень до босса. Да и респауна противников можно даже не заметить, если не стоять на месте. А вот с третьей частью все не так просто, ведь оригинальная игра стала гораздо комфортнее, буквально легче. Теневых клонов, которых многие считают несбалансированной способностью, забрали. Но взамен меч персонажа стал наносить урон гораздо дальше. Рю научился не только цепляться за стены, но и взбираться сразу на платформы. И повторюсь, игра стала именно комфортнее. Она все еще не из простых, но тем не менее порог вхождения куда ниже, чем у первых двух. И разработчики видимо посчитали, что раз в других странах ниндзя Гайден полюбили в том числе за хардкорность, то нужно отправить туда более сложную версию. Таким образом много предметов на локациях пропали. Врагов стало больше, как и получаемый урон персонажа. Ну и главное продолжение, они же континью стали ограничены. И прямо говоря, ребята перегнули. К счастью мы в детстве чаще всего играли именно в японскую версию, которую нам завезли пираты на приставку Дэнди. Поэтому вы можете не понимать о чем я сейчас говорю. Но если вам попалась западная версия и вы прошли ее в то время без нервов и срывов, мое почтение. Кстати, фанаты с выходом третьей части разделились на тех, кто посчитал, что изменения к лучшему и тех, кто чуть ли не отрицает факт существования тройки. Тем не менее, ниндзя Гайден или ниндзя Рюкинден это небольшой феномен для своего времени. Игра, которая имела в себе все, что необходимо. Она бросала вызов, в ней был приличный на то время сюжет и главное ниндзя, с которых так фанатели многие подростки. Поэтому не стоит удивляться ее успеху. Очень долго серия ниндзя Гайден не напоминала о себе, хотя Рюхая Буса принимала активное участие в другой известной франшизе, но об этом позже. Только в 2004 году вышла новая игра в серии, сначала эксклюзивно для Xbox, но после, в немного другом виде, добралась и до консолей PlayStation. Интересно, что авторы позиционируют современную трилогию как приквел к основной серии, но пройдя одну лишь первую часть, можно смело сказать, что эти игры скорее ремейк. Я очень хорошо помню, что когда игра только вышла, про нее рассказывали на телеканале MTV, и я еще ребенком очень расстроился, когда услышал, что поиграть в ниндзя Гайден можно только на консоли, о которой я даже не смел мечтать. Сейчас я понимаю, что такую игру нельзя давать детям, и даже рад, что добрался до нее, уже будучи взрослым. Кстати, теперь нет никаких различий в названиях, то есть и в Японии, и в остальном мире игра называется Ниндзя Гайден, что как бы для японцев отделяет эту подсерию от оригинальной трилогии, но мы всегда знали эти игры под таким названием. На самом деле в новой трилогии уже устроили небольшой бардак разных ревизий игр, потому что есть обычные игры Ниндзя Гайден, есть версии с подзаголовком Black, Sigma и Sigma Plus, которые фактически меняются в деталях, но и игры те же самые. Подробнее об этом советую посмотреть под ссылки под видео, потому что информации о различиях очень много и растягивать видео я не хочу, но если интересно, посмотрите большой ролик отдельно. Я хоть и не знаком с автором, но его видео на эту тему очень понравилось. Собственно, о чем была первая часть? Официально, повторюсь, события разворачиваются до первой трилогии. Нас знакомят с молодым, по-моему, даже самым молодым ниндзя в клане дракона по имени Рю Хаябуса, который, кстати, сначала выглядит почти так же, как в старых играх. Мы начинаем свой путь в чужой деревне, куда Рю отправился к своему дяде мастеру Мурай, но, как ни странно, на пути герой вырезает кучу ниндзя из его деревни. Нетипичное приветствие, конечно, особенно учитывая, что дядя выступает в качестве первого босса, на котором, наверное, многие дропнули игру. Я понял, что к чему и как его победить, только с четвертого раза, ведь дядя не жалеет племянника, несмотря на то, что это, скажем так, дружеский спарринг для проверки способностей. Также уточню, что в начале, как и во многих играх, герой толком ничего не умеет. Таким образом, мы изучаем основную механику битвы с холодным оружием. Странную семейную встречу прерывает совсем юная девушка по имени Аяне, которая будет помогать нам на протяжении этой игры, а в будущей мы сможем даже поиграть ей. Она сообщает Рю, что на его деревню клана Хаебуса напали, и герой незамедлительно отправляется на помощь. Прибыв на место, герой обнаруживает, что почти весь клан вырезан, а виноват в красном торжестве некто по имени Доку, который выглядит как призрак в доспехах. Рю вступает с ним в схватку, в ходе которой оказывается убит. Стоит упомянуть, что Доку убивает девушку по имени Куреха прямо на глазах Рю, и герой это очень триггерит, ведь она его давняя подруга. Ее смерть будет чем-то вроде дополнительной мотивации для героя, о которой правда игрок может и не вспомнить. Род Хаебуса далеко не простые люди, и сам Рю соответственно тоже. Его предки, скажем так, заигрались с кровью дракона, и формально Рю лишь наполовину человек, который владеет демоническими силами. Наверное, это и объясняет его способности использовать магию, точнее нинпо. Почему же Доку напал на деревню Хаебуса? Суть в том, что этот клан на протяжении многих лет владеет двумя мечами. Один – это темный меч дракона, который дарует своему владельцу темные силы, и если он окажется в плохих руках, демоны победят. Второй – это просто меч дракона, который передается в клане из поколения в поколение. Конечно, с его помощью нужно остановить злодеев. После смерти Рю воскрешает дух клана в виде сокола, и это нужно просто принять как факт, сюжет не особо пытается объяснить, как это работает. При поддержке дяди Мурай Рю отправляется на поиски меча, при этом переодевшись в уже узнаваемый черный костюм, готовится мстить за свой клан. На пути герою придется сразить орды демонов и бойцов спецподразделения Империи Вигр, куда герой отправляется на поиски меча. Это вымышленная, изолированная и военизированная страна. К счастью, Аяне из другого союзного клана будет помогать подсказками и иногда даже хилками, а также герой встретит девушку по имени Рэйчел. Она – охотница на демонов, среди которых оказалась ее сестра Альма, и Рэйчел пытается ее убить слэш спасти, но спасать там особо нечего. Так как в этом видео я беру за основу именно версии Сигма, а не просто Ниндзя Гайден, то за Рэйчел нам придется поиграть несколько глав. Ее геймплей отличается от Трю, так как она не ниндзя, не может бегать по стенам и все такое, ощущается чуть тяжелее, но при этом играть ей тоже интересно. Правда, играя за Рэйчел, вам, возможно, придется бороться не только с демонами, но и с эрекцией, потому что ее черный костюм держится исключительно на вере в чудо. Также героям встретятся два мутных парня, роль которых будет неясна до конца. Че-то ходят, наблюдают за происходящим, один из них даже нападает на Рэйчел и между делом пафосно разговаривают, но роль свою еще сыграют. По мере прохождения Рю найдет множество оружия, но его количество зависит от версии, хотя это оружие можно и не подбирать. Среди находок будут нунчаки, серпы и еще много всего, но лично мне больше всего понравилось играть с посохом, так как он оказался более эффективен против толп легких врагов. Хотя, например, призрачных рыб, что встретятся ближе к финалу, можно без боли победить только с серпами, так как эти твари налетают толпой и пытаются повалить главного героя и съесть половину хп, а чтобы отмахаться от них, нужно наносить быстрые атаки. Хорошо, хоть они ваншотаются, но все равно бесят неистово. Также постепенно герой осваивает новые нинпо. Он способен метать фаерболы, окружить себя огнем, как в оригинале, использовать стихи льда и молнии. Но знаете, на самом деле во всех трех частях я, например, использовал исключительно фаерболы. Плюс ко всему оружие, нинпо и параметры самого Рю можно улучшать. Еще есть магазин Мурамасы, там продаются браслеты и повязки, которые влияют на отдельные характеристики, ну естественно всякие хилки. А вот Рэйчел, например, меняет прическу вместо этих аксессуаров. Ну и помимо холодного оружия, Рю использует лук и разного вида сюрикены. Добравшись до места и победив Доку, герой не заканчивает свой путь, ведь меч он так и не находит, поэтому отправляется за самим императором Вигара, которому служил Доку. Попутно нам приходится спасать Рэйчел и наблюдать, как в ее сестре-демоне просыпаются чувства и она жертвует жизнью ради Рэйчел. Ну а покончив с императором и его формами, мы выясняем, что один из тех загадочных парней никто иной, как Мурай, дядя Рю. И он тоже хочет темный меч дракона себе, точнее его силу. Мурай использует меч против Рю, но проигрывает своему племяннику и умирает. В конце герой делает то, о чем почему-то никто из клана не додумался, просто уничтожает темный меч, затем прощается с Рэйчел и внезапно улетает в виде сокола. Хотя кто бы знал, что он так умеет, а? Что же, первая часть Ninja Gaiden это совсем непростая игра, которая даже подшучивает над игроком. Например, если вы часто будете проигрывать, а обычные игроки обязательно будут проигрывать, то она предложит сменить уровень сложности с условно нормального до Ninja Dog. Да-да, эта игра будет обзывать тебя собакой. Много трудностей доставляет и камера, которая играет важную роль, ведь немало геймплея завязано на паркуре и платформинге. Например, в конце, во время побега, я раз десять умирал в одном месте, просто не понимая, что делать, ведь камера даже не пытается брать нужный ракурс, чтобы показать, куда нам нужно в этом моменте. Ее можно центрировать, но от этого особо не легче. Может показаться, что я чем-то недоволен, вроде сюжета категории B с роялями или жалуюсь на геймплей, но на самом деле это не так. Я получил от игры неподдельное удовольствие, несмотря на некоторые минусы, и искренне не радовался, когда проходил какие-то места, в которых застревал. В Сигме до сих пор приятная графика, которая не режет глаз. Радует вариативность локаций от военных до околоегипетских, где нам придется сражаться со всякими зомби и даже решать простые головоломки. Совсем простые, даже не головоломки. Единственное, чего мне не хватило, это чувство, что главный герой живой. Современный Рю Хаябуса довольно молчаливый и сдержанный парень, нам не озвучивают его мысли, он почти не реагирует на происходящее, лишь изредка напоминает, как звучит его голос. В то же время, в другой франшизе он получился куда интереснее в этом плане, но об этом дальше. Правда, расстроили некоторые сюжетные моменты, например, ближе к финалу Рю посинеет и будет постепенно превращаться в демона, но на геймплее это вообще никак не скажется, просто небольшой рискин. Но в целом, если рассчитывать на хардкорный хак энд слэш, а не на кино, то игра более чем удовлетворяет. Радует, что комбинаций много и способ ввода даже отличается от DMC или God of War, с которыми постоянно сравнивают Ninja Gaiden, хотя это не совсем корректно на одном уровне. Например, в вышеупомянутых играх особые комбо выполняются небольшим интервалом между нажатием кнопок. Здесь же нужно задать направление, типа удар-удар, вперед-удар. Кстати, Рю стал использовать захват в прыжке, который был в аркадной ниндзя Рюкенден, и эта фишка очень помогает. А его воздушная комбо с захватом, когда он обрушивает противника головой о землю, это вообще нечто, на раз выносит легких противников. Короче, Ninja Gaiden это скорее про геймплей, чем про сюжет, но даже в совокупности получилась отличная сложная игра. В 2008 году вышла еще одна игра серии, эксклюзивная для консоли Nintendo DS, с подзаголовком Dragon Sword. События игры происходят между первой и второй частями больших игр и начинаются с того, что конкуренты клана Хаебуса, воины клана Черного Паука, похищают из деревни девушку по имени Мамиджи. Она младшая сестра уже знакомой нам Курехе, близкой подруге Рюк, которую убили у него на глазах. Естественно, Хаебуса отправляется спасать девушку, она между делом тоже близкий для него человек и, кстати, ученица. Клан Черного Паука это плохие ребята, их мы встречали уже в первой части, но сейчас им нужно собрать 8 драконьих камней, чтобы, ну вы понимаете, власть, сила, уничтожить человечество и вот это вот все. Главная задница здесь это лидер клана Черного Паука Обаба, которая призовет демона Ишторос, которая когда-то служила императору Вигара, который после тоже появляется и поглощает Ишторос, у которой, кстати, есть сестра, которая превратится в дракона, которого Рю тоже победит. Вот так вот. Суть в том, повторюсь, что демонам нужно собрать 8 камней дракона, один из которых используется в мече дракона Рю. И демонам это удается, сначала Рю даже проигрывает, ведь без глаза дракона его меч недостаточно сильный, чтобы справиться с демонами. Но на сцену выходит призрак Курехе, которая помогает героям вернуть глаз и уже с ним в мече Рю без проблем со всеми разделывается, а после вместе с Мамиджи возвращается обратно в деревню. На самом деле эта часть не так важна для серии, как основные игры, но она значительно дополняет историю, ведь когда Мамиджи появится во второй части Ниндзя Гайден, у игроков уже не будет вопроса, кто она такая, да и та сцена со смертью Курехи из первой части обретает больше смысла. Эти события происходят через полгода после оригинальной истории, и мы видим, что за это время Рю сумел привести деревню в порядок, там снова полно людей, в том числе подрастающее поколение и старики, вроде Мурамасы, у кого в первой игре мы закупались хилками и аксессуарами. Dragon's World очень хорошо приняли, ее даже считают одной из лучших игр на DS, ведь она использует все возможности консоли и выжимает ее ресурсы насколько это возможно. Геймплей завязан на управлении стилусом, а не кнопками, и в связи с этим сложность игры совсем не высокая, к ней только нужно привыкнуть. Да и учитывая, что консоль от Нинтендо, игра стала гораздо менее кровавой. Она может и не обязательная, но все же часть серии, поэтому я решил ее упомянуть. Но теперь вернемся к основным играм. В том же 2008 году выходит вторая часть модерн серии Ниндзя Гайден, и сначала тоже эксклюзивно для Xbox, но в следующем году ее также как и первую портируют на PlayStation 3 с подзаголовком Sigma. И повторюсь, именно ее я и беру за основу в своем видео, так как именно эти версии переиздали совсем недавно для актуальных консолей. Я уже знаю о ключевых различиях между версиями и по ним мы тоже пробежимся. История начинается спустя пять месяцев после Dragon's World с того, что девушка по имени Соня пытается узнать у старика Мурамасы, где ей найти Рю Хаябуса. Диалог прерывается нападением на девушку ниндзя из клана Черного Паука, и тут появляется Рю, чтобы защитить ее, но безуспешно. Соню похищают, поэтому герой вынужден отправиться в погоню по трупам из ниндзя и чудовищ, чтобы спасти ее. Выясняется, что Соня агент ЦРУ, и она искала Рю для того, чтобы предупредить его, что вот-вот на его деревню снова совершат нападение, чтобы похитить артефакт, статуэтку демона, и с ее помощью воскрестить архидемона. Герой отправляется в родную деревню, которая оказывается вновь уничтожена, а в храме, где хранится статуэтка, он застает своего отца Джо, который сражается против нового лидера пауков Геншина. Да, если вы слушали внимательно, то сейчас не ослышались. В модерн серии отца Рю зовут Джо, а не Кен. Герой сражается с Геншином, а в это время помощница злодея Элизабет успевает похитить статуэтку, и отец отправляет Рю вслед за ней. Так как статуэтка, видимо, была потревожена, открываются адские врата, и на землю выбираются демоны, а герою предстоит сразиться с четырьмя сильнейшими из них, плюс с несколькими небольшими боссами. В этот раз Рю в прямом смысле помотает по свету. В Нью-Йорке он сразится с демоном Алексеем и ожившей статуей свободы. Вместе похожим на Венецию встретится Вульф. Четырехрукий демон, похожий на оборотня, окруженный сотнями себе подобных, и после победы над которым Рю получит новое оружие, косу. Минуточку. Тут есть блондинка, что работает на правительство по имени Соня. Тут у нас четырехрукий демон, восседающий на троне и предпочитающий сражаться на публику в амфитеатре. Казалось бы, причем тут Мортал Комбат, а? Кстати, я после битвы с Вульфом смотрел эту катсцену и представлял, вот бы сейчас эти волки бросились на арену, и о боже, они действительно бросились. Тут-то я и понял, что нужно быть осторожней со своими желаниями. К счастью, герою помогает Соня. Дальше он оказывается даже в России, как бы ее не назвали в этой игре, и там сражается с Геодонизом. А тем временем Элизабет и верховный жрец Даградай готовятся к ритуалу воскрешения архидемона, но Рю удается им помешать. Но и Геншин не забыл о главном герое. У него, кстати, есть какие-то цели, в которые он верит, и какое-никакое понятие о чести. Он назначает Рю дуэль, но перед этим уже знакомая нам по прошлой части Аяне приносит Рю глаз дракона, также известный нам камень, который превращает оружие Рю в истинный меч дракона. С его помощью Рю без особого труда удается разделаться с Геншином, и следующий на очереди становится Даградай. Жрец также пал от меча Рю, но перед тем, как умереть, он принес себя в жертву, чтобы ускорить возрождение архидемона. Казалось бы, в очередной раз план злодеев в итоге сработал, но даже это страшное великое зло оказалось по зубам Рю Хаябуса. Победив его в первый раз, мы можем наблюдать, казалось бы, финал, но с руки Рю падает капля крови, которая призывает вторую фазу архидемона, но с ней справиться совсем не сложно, и в итоге Рю вместе с Соней покидают место битвы. Вам может показаться, что о сюжете почти всех игр я рассказываю достаточно иронично. И это действительно так, ведь истории в Ниндзя Гайден, откровенно говоря, это трэш про ниндзя и демонов, где совсем немного логики, но зато все подается на таких серьезных щах, и при убийственном количестве геройского и злодейского пафоса, что иногда смотришь на катсцену и невольно улыбаешься. Это все-таки в первую очередь про геймплей, а не про сюжет. Когда я впервые запустил Ниндзя Гайден Сигма 2, то сначала был приятно удивлен динамикой происходящего, увеличенным масштабом локаций, улучшенной графикой, конечно, но когда я заметил, что в игре нет крови, а вместо нее какие-то вспышки из отрезанных конечностей, то не оценил шутку. Действительно, оригинальная вторая часть оставалась довольно жестокой игрой в этом плане, но к моменту портирования и превращения игры в Сигму, в студию разработчиков Team Ninja покинул Таманобу и Тагаки, геймдизайнер и автор серии Dead or Alive, а также современной идеологии Ninja Gaiden. Он мужик довольно эксцентричный и подсчитал, что найдет себе занятие поинтереснее. А вот новый руководитель подсчитал, что Ninja Gaiden любят не за жестокость, поэтому в ней нет необходимости и кровь заменили на мишуру. Верно, эти игры любят за геймплей, конечно, но это не значит, что остальное совсем не имеет значения. К сожалению, не все это понимают, но да ладно. В отличие от оригинала, в Сигме появилось новое оружие – тяжелый меч, с которым я прошел пол игры, а также количество врагов уменьшилось, но урона они стали наносить больше и сами оказались живучие. Игра потеряла некоторые механики, вроде заряженного выстрела из лука, зато обзавелась аж тремя играбельными персонажами, среди которых знакомые нам Аяне, Рэйчел и Мамиджи. За каждую из девушек мы поиграем всего по одной главе, и как по мне, этого мало. Только привыкаешь к ее геймплею, так снова пора возвращаться к Рю. Причем глава за Аяне какая-то ультра сложная, именно сам путь до босса, который в итоге сливается за минуту. В общем, непонятно. Думаю, лучше бы второстепенный персонаж был один, но все три главы мы играли за него. Рэйчел так и вовсе по сюжету непонятно зачем нужна, сама по себе там что-то бегает. Кстати, касательно геймплея, в целом я остался очень доволен. Он динамичный, вариативный в плане оружия, хотя повторюсь, я лично почти пол игры бегал с посохом, а половину с тяжелым мечом. Но с удовольствием крошил врагов и косой, и парными клинками иногда. Тут наверное зависит от стиля игры каждого. Хотя по идее задумывалось так, что один вид оружия используется для одних врагов, другой для других. Но это не про меня. Даже отсутствие крови в целом не повлияло негативно на мои впечатления, играть-то реально весело. Только вот у меня вопрос к сложности. Дело в том, что я ни разу не проиграл в поединке за всю игру. Максимум дело доходило до талисмана перерождения, который воскрешает персонажа, если шкала хп опустела. Но вот чтобы прямо проиграть, такого почему-то не было. Это к вопросу о том, что первая часть то и дело пыталась обозвать меня с собакой из-за того, что я часто сливаюсь, а вторая Сигма оказалась гораздо проще. Психовал я только на главе за Аяте. На что еще хочу обратить внимание именно сейчас, так это на детали в сюжете. Смотрите, в первой части у нас была история о двух мечах. Тут статуэтка, которая поможет возродить демона и его вторая форма триггерится от крови героев, упавшей случайно. Ничего не напоминает. Например, сюжеты в классической трилогии. И забегая наперед скажу, что та самая Соня появится в будущем в Dead or Alive, файтинге, события которого происходят в той же вселенной, что и современной Ниндзя Гайден. И там ее будут звать уже Ирен Лью. И вот тут у нас Ирен Лью. И как же считать модерн серию Ниндзя Гайден приквелом, а не ремейком? В целом игра мне очень понравилась, но почему-то я не получил от нее того же опыта, что и от первой части. Это шустрый, интересный, в плане геймплея слэшер, и он гораздо сложнее большинства игр, если сравнивать нормальные режимы. Но вызова игроку все-таки не бросает, по крайней мере Сигма. Третья часть вышла в 2012 году. И это было фиаско, от слова совсем. Ниндзя Гайден 3 в принципе не подразумевалась, когда шла и завершилась работа над второй частью. Но франшиза приносила деньги, получала хорошие отзывы и была востребована, поэтому третья игра серии нужна была компании. Новый руководитель проекта Йосуке Хаяси, а также сценарист и художник оригинальных игр Масато Като, это имя уже упоминалось, решили наконец раскрыть Рю Хаябуса как персонажа, сделать его живым и показать, что его жертвы это не просто болванчики, а люди, которых он хладнокровно убивал. Кстати, да, Рю не то чтобы гнушается жизнями невинных, и есть сцены, в которых он спокойно смотрит, как кто-то безобидно умирает. По большей части, инициатором такой идеи был Хаяси. Давайте, как обычно, начнем про сюжет, а потом уже обо всем остальном. История начинается с того, что к Рю обращаются силы самообороны Японии и просят о помощи в борьбе против организации террористов, которую возглавляет алхимик Регент Маски, и этот человек хочет личной встречи с Хаябуса. Герой не отказывает алхимику, и они встречаются в Лондоне, где сначала сражаются, а в конце битвы Регент накладывает проклятие на руку Рю. Теперь герой периодически испытывает всю боль, что меч дракона причинил людям, а само оружие как бы поглотило его рука. Алхимик сбегает и позже требует капитуляции всех мировых государств в течение семи дней, иначе все умрут конечно же. А Яне по приказу лидера своего клана Тэнсин по имени Хаяте вручает Рю сокровища их клана, меч Джинран Мару, и пусть сам Хаяте в игре не появится, но этот персонаж напомнит о себе в Dead or Alive, где их судьбы с Рю довольно тесно связаны. Главный герой выясняет, что постепенно проклятие захватит все его тело, пока он не умрет, а попутно он будет охеревать от боли, ведь за все время существования меча дракона, разные владельцы убили им несметное количество людей. Фактически пол игры мы гоняемся за главным злодеем, разматываем его создания и приспешников, даже побываем зачем-то в виртуальной реальности, а на пути герою поможет Мидзуки, девушка из вышеупомянутых сил самообороны Японии. У нее есть племянница Кана, она дочь ее сестры и некоего Теодора, а также им поможет Клифф, брат этого Теодора. После битвы с одной из приспешниц регента, Рю и Мидзуки внезапно оказываются арестованы военными США. Возможно, никто не заметил, но они тут мир спасали, а вместо благодарности получили выговор и приказ о немедленном прекращении операции. Удивительно, но Рю почти покорно отправляется в свою деревню, чтобы найти способ избавиться от проклятия. По пути Рю отправляется на могилу Геншина, чтобы забрать его меч, который герой оставил там в конце второй части, а после стычки с ниндзя-клана Паука, снова теряет сознание от проклятия. Его находит Мамиджи, и вместе с ней они отправляются к отцу Рю, который теперь живет отшельником, но по пути на них снова нападают ниндзя-конкуренты, которые, кстати, умудрились воскресить Абабу, босса из игры на DS, и с которой нужно будет сразиться. Добравшись до отца, Рю слышит от него, что проклятие чуть ли не заслужено за все то, что сотворил клан Хаебуса. Чувствуете уже, да, глубину сюжета. Они тут из хороших ребят превратились вдруг в жестоких убийц. Конечно, Рю возвращается на поиски регента и встречается со злой версией самого себя, снова привет классике, и не без труда, но добирается до регента. Выясняется, что на самом деле Клифф тоже на стороне алхимиков, причем не первый в своей семье, а регент Маски никто иной, как Теодор, отец Каны, которому Клифф промыл мозги. У злодеев был план на девочку, они даже превратили ее в богиню, огромную такую дуру, которая должна помочь с Армагеддоном, но герою удается остановить алхимиков и спасти Канну. А регент Маски перед смертью снял проклятие с Рю, как бы пытаясь искупить свои злодеяния. Короче, об этой истории даже особо говорить не хочется. Задел на мораль и драму есть, конечно, но только задел, потому что... Что происходит вообще? Какая Абаба опять? Какие двойники Рю? Что за проклятие такое? Смысл в нем для сюжета? Кругом эти рояли, рояли. Папа девочки злодей, дядя девочки злодей, девочка злодей. Сейчас убьем ее, но только не сильно, чтобы осталась жива, но это же невыносимо все, даже учитывая, как сильно я сжал всю историю. Если бы игру не преподносили как лирику, я бы даже ничего не сказал. Ну тупее прошлых частей, ладно. Но тут решили поиграть в драму. Проиграли получается. Оригинальную Ninja Gaiden 3 разнесли все кому не лень, в том числе за сюжет, за геймплей внимание и недоделанность. На релизе для понимания было всего одно оружие, что для серии совсем недопустимо. Приступы боли от проклятия сопровождались только вспышками и медленным хождением героя по коридорам, а множество остальных механик просто убрали. Теперь нет магазина Мурамасы, оружие не качается, соответственно искать на локациях нечего. Зато добавили QTE элементы и самые ужасные из них это лазание по стенам. Зато после вышла версия с подзаголовком Razor's Edge, с которой мне и довелось познакомиться, и к счастью она уже больше похожа на знакомый Ninja Gaiden. Здесь куда больше оружия и соответственно разнообразнее геймплей. Большую часть лазания по стенам заменили на классические прыжки. Вернулась какая-никакая возможность прокачивать персонажа и оружие. Как вообще без этого можно было выпустить игру? Правда знаете, очень странно в третьей игре серии платить заработанными очками за навыки, которыми герой владел уже в первой части, затем во второй, а сейчас что, разучился? Остальные игры, вроде God of War, как-то пытались это аргументировать сюжетом, но не здесь. Ладно, дали хотя бы такую возможность и на том спасибо. Зато припадки Рю теперь не просто монотонные сцены боли, нас переносят на небольшую арену для сражения, и это куда интереснее. Ещё Рю умеет становиться невидимым для стелса. Это используется в начале и ближе к финалу. Но блин, я даже не вспоминал об этой механике во время игры, потому что, как я только что сказал, она используется лишь дважды. И какой же в ней смысл? Похоже на последнюю попытку разнообразить геймплей. В любом случае, я рад, что начал знакомство с тройкой именно с расширенной версии, иначе я вряд ли смог бы в это играть. Ведь повторюсь, на мой взгляд, главное в Ninja Gaiden геймплей, а с местным сюжетом игру не спасает ничего. Но тем не менее, если особо не следить за историей, то опять же Razor's Edge вполне себе сложная игра. Я считаю её худшей в трилогии, но то ощущение, которое хочешь получить, играя в эту франшизу, ты получаешь, пусть и не в полной мере. Некоторые боссы нереально сложные, и сначала кажется, что победить их невозможно. Для других нужна особая тактика и смекалка, кто-то просто даётся с трудом, потому что живучий. Например, этого динозавра я долго не мог пройти, не потому что он сложный, а потому что его нужно долго ковырять, а я не выдерживал и спустя время бросался прямо в лоб. То есть далеко не каждый противник бросает тебе серьёзный вызов, но этого в игре тоже достаточно, именно в расширенной версии. Плюс кровищу никуда не забрали. Ещё теперь иначе работает Ninpo, то есть у нас всего один заряд и шкала заполнения, которую некоторые противники могут ещё снимать. Хилок в игре нет, кроме чекпоинтов, но при использовании магии и вне боя Рю лечится, правда после ранений шкала жизни становится меньше, вплоть до следующего чекпоинта. По итогу, знаете, я с удовольствием и болью пройду ещё не раз первые две части, но к тройке вряд ли когда-нибудь вернусь. Эта игра сплошные полумеры, и там где не надо, она предлагает новое, а где нужно было хотя бы оставить как было, то и это переворачивает. Вообще в этой франшизе есть ещё одна игра, которая имеет словосочетание Ninja Gaiden, но в подзаголовке. Это Яйба Ninja Gaiden Z, и здесь тоже появляется Рю Хаябуса, но скорее на вторых ролях. Главный герой спин-оффа – это психованный ниндзя по имени Яйба Камикадзе, который однажды вырезал весь свой клан и решил потягаться силами с Рю, но естественно был убит, ведь знакомый нам ниндзя – невероятная имба. Но после Яйба был воскрешён в виде киборга, чей задачей было остановить эпидемию зомби-вируса. Ага, именно так. Помимо прочего, он искренне желал отомстить Рю Хаябуса за свою смерть, но когда такая возможность представилась, он не справился, а в будущем соперники были вынуждены работать вместе, так как первоначальная цель была общей. По итогу тема мести отошла на второй план, и между персонажами остались непонятные отношения. Они и не друзья, конечно, но и врагами их нельзя назвать. Эта игра, к сожалению, большой провал, оценки сильно ниже средних, да и это неудивительно, ведь она однообразная, сильно выделяется по стилистике и кажется, что была буквально притянута к франшизе Ниндзя Гайден, поэтому считаю, что она совершенно не заслуживает вашего внимания. Зато я обязан отметить, что Рю Хаябуса – один из основных персонажей серии файтингов Dead or Alive, и его первое 3D воплощение состоялось именно там. Как я уже говорил, события обеих франшиз происходят в одной вселенной, и помимо самого Рю, есть и другие общие персонажи. Точнее, большинство из тех, кто встречался в Ниндзя Гайден, Аяне, Мамиджа, Рэйчел, Соня, которая стала Ирен, все эти девушки либо пришли из Dead or Alive в Ниндзя Гайден, либо наоборот. В Легенде о Ниндзя мы никогда не могли поиграть в сюжете за девушку по имени Касуми, хотя она встречается в некоторых катсценах и отдельных режимах. Но в серии Dead or Alive она одна из центральных персонажей и изначально является причиной появления Рю в серии. Касуми – девушка из дружественного хайбуса клана Мугентенсин, оттуда же знакомая нам Аяте. Касуми отправляется на турнир, чтобы отомстить своему дяде за то, что он искалечил в битве ее брата Хаяте. Из-за того, что она покинула деревню без разрешения, ее объявили шиноби в бегах, из-за чего ее стал преследовать собственный клан. Рю с детства был другом Хаяте и обещал защищать его младшую сестру, поэтому он отправился на турнир вслед за ней. Там, конечно, очень запутанная история с потерями памяти, которая уже просто не поместится в это видео, иначе она будет длиться еще полтора часа, но так или иначе Рю принимает активное участие на стороне Касуми, ее брата Хаяте и других хороших ребят. Конечно, здесь тоже есть место в фантастике, злым корпорациям и клонам, которых герои будут вместе уничтожать. Но так как Dead or Alive все-таки файтинг, то боевка Рю достаточно сильно отличается от серии Ниндзя Гайден, ведь здесь он почти не использует холодное оружие, крайне редко. Зато наглядно демонстрирует магические способности Нинпо, да и многие атаки руками-ногами и захваты Рю повторяет в обеих сериях, например, легендарный Изуна Дроп. Еще хочу отметить, что в Dead or Alive Рю более раскрыт как персонаж. У него есть характер, эмоции, он довольно агрессивный и строгий мужик, за ним здесь наблюдать гораздо интереснее, чем в Ниндзя Гайден в сольнике. А еще тут у него какое-то сумасшедшее количество скинов, от знакомых по обеим под сериям Ниндзя Гайден, вплоть до совершенно футуристичных и забавных. Например, его можно нарядить в Санту, но и в таком виде он останется супер имбовым ниндзя. Думаю, однажды я доберусь до серии файтингов Dead or Alive и уже тогда расскажу о роли Рюха и Буса подробнее. Что же, в целом я очень рад, что все-таки смог познакомиться с франшизой Ниндзя Гайден и смело могу сказать, что теперь первые две части в числе моих любимых игр. Да, они рассказывают пафосные истории, не наполненные смыслом, но по части хардкорного развлечения, они в полной мере делают свою работу. Честно, я планировал сделать это видео не более чем на 30 минут, но дописывая эти слова, уже понимаю, что не получилось. Но надеюсь оно все равно вам понравится, даже несмотря на то, что многое пришлось опустить и последние две игры не могут порадовать. В любом случае, серия Ниндзя Гайден известна по всему миру и не стоит даже заикаться, сколько у нее поклонников и различных наград, а также какой она внесла вклад в развитие индустрии. Как бы там ни было, ждем продолжения, в лучших традициях, но с интересным сюжетом. Я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok